Приветствую всех любителей бисероплетения! Сегодня снова с вами Ольга Кожакару. И я опять хочу предложить вам сплести вот такой тоненький браслет. Плетется он достаточно быстро. И я думаю, что его можно использовать не просто только в качестве браслета. Но он очень хорошо подойдет и как ремешок для часиков каких-то, как поясок к какому-то платью. И, ну, конечно, от количества материалов также вы будете исходить. Но вот меня он очень даже устраивает, как такой тоненький браслетик на руку. И, конечно, я использовала сюда еще как дополнение. Вот застежечку такую сделала. И мой браслетик вот имеет теперь вот такой вид. Надеюсь, вам видно хорошо, как он выглядит. И изнаночная его сторона не очень-то и отличается от лицевой стороны. Но есть, конечно, небольшие отличия. Но вам решать, какой стороной все-таки вы будете носить этот браслетик. Если вы будете его делать. И если все-таки вы хотите его делать, прошу собрать со мной материалы, необходимые для его плетения. Вам понадобится бисер в восьмом размере. Вот я буду делать небольшой кусочек такого браслетика. То есть сделаю два-три элемента, чтобы вам было понятно. Поэтому я не буду много насыпать материалов. Нам понадобится вот бусины Сибит. Это вот такие пирамидки с двумя дырочками. Я в этот раз купила их вот такой бронзовый оттенок. Они имеют красивый. И мне нравится. Нам понадобится пинч-бусины. Или вот я на них говорю вот такие вот биконусы. Биконусы трехгранные. Пять миллиметров у них. Вот размер. Пять миллиметров. Нам понадобится супердуо. И немножко бисера. Я возьму в десятом размере немножко бисера. И совсем чуть-чуть. Вот я уже использовала этот бисер в пятнадцатом размере. Пятнадцатый размер. Вот я напишу сейчас здесь, чтобы вам было ясно. Пятнадцатый. Пятнадцатый размер. Это чешский бисер. Пятнадцатый размер. Он очень мелкий, но достаточно проходимый. То есть я очень мало отбраковываю этого бисера. Практически он весь проходит у меня через мою иголочку двенадцатого размера. Я уже говорила об этом. И говорила, что в этом пакетике его настолько много. Хотя 20 грамм вот написано, что я не знаю. Мне его хватит очень надолго. Итак, я приготовила иголку с леской. И первое, что я сделаю, я наберу четыре супер дуо в колечко. Четыре супер дуо. Четыре супер дуо. Протяну на край моей лески. И закрою их в колечко. Закрою их в колечко. Завяжу узелочек сразу. И буду второй раз проходить по моему колечку. Вот сейчас мы узелочек завяжем. И второй раз буду проходить по этому колечку, вдевая по одной меленькой бисеринке, чтобы моя леска не сильно проглядывала. Вот я еще один узелочек сделаю здесь. Вот так. Вот. И теперь я буду проходить. Отойду от узелка сразу. И буду проходить по моим вот этим супер дуо, по той же дырочке, по какой проходила. И буду вдевать по одной вот этой меленькой бисеринке, чтобы немножко задекорировать нашу леску. Вот видите, наша леска прячется сразу. Так наберем по одной вот такой бисеринке. Меленькой. Видите, достаточно легко мои бисеринки проходят через ушко моей этой иголочки. Видите, практически я усилий не прикладываю сильно больших, чтобы пройти через эту бисеринку. Ну, встречаются некоторые бисеринки, которые вот все-таки мне приходится отбраковывать. Но очень мало. Очень мало. Мне этот бисер нравится. Так. Вот здесь у меня узелочек. Вот. Вот таким образом. И теперь я перейду в верхнюю дырочку моего супер дуо. Обрежу край лески. И начну проходить следующим образом. Вот между двумя супер дуо я наберу пинч-бусину или биконус. Чтобы удобно было мне говорить, я буду говорить, что я набираю биконус. И сразу же на вершине моего супер дуо сделаю колечко из трех бисеринок. Между следующими супер дуо я наберу вот эту пирамидку. Или сибит. Вот наберу пирамидку. Причем я захожу в дырочки, которые находятся с узкой стороны моей пирамидки. И снова наберу на вершине моего супер дуо колечко из трех бисеринок крупных. Дальше я снова набираю вот этот биконус. Прохожу в супер дуо и набираю колечко из трех бисеринок. И напротив вот этой пирамидки я снова набираю пирамидку. И опять захожу в дырочку с узкой стороны. И на последнем биконусе мы также делаем уголочек или колечко вот из трех бисеринок. Из трех бисеринок. Из трех бисеринок. Посмотрите, что я буду дальше делать. Я пройду через две из этих крупных бисеринок. Выйду в центральную бисеринку. Наберу две бисеринки в десятом размере. Две бисеринки в десятом размере. И войду в верхнюю дырочку моей пирамидки. Подтянем хорошо. Снова наберу две бисеринки. Две бисеринки в десятом размере. И зайдем в вершину с противоположной стороны. Вот видите? И опять подтянем хорошо. Таким образом, чтобы наши вот эти бисериночки. Вот смотрите, вот эти первые бисеринки, они у нас приподнимутся над нашей пирамидкой. То есть, сами края немножечко из-за этого вот сожмутся. То есть, сдвинутся друг к другу. Я пройду по колечку и снова выйду в эту верхнюю дырочку. Вот мы пройдем сейчас по колечку. И выйдем в верхнюю дырочку. Я буду проходить по одной бусинке, чтобы вот мне не сломать никакую бисеринку. Вот смотрите, я выхожу в нижнюю дырочку. И теперь перейду в верхнюю дырочку моей бусины вот этой пирамидки. То есть, поправьте, если у вас получится, что одна бисеринка вышла наверх, а вторая вниз во время прохода. То есть, у вас натяжение менялось. Поэтому, вы должны поправить таким образом, чтобы у вас обе вот эти бисеринки с двух сторон были над этим бисером, какой мы поставили, вот более мелкого размера. И теперь я начну подсоединять следующий элемент. Каким образом? Я набираю одну крупную бисеринку, набираю мою пирамидку, ну, захожу уже с более широкой стороны в дырочку. Видите, с широкой стороны захожу. Снова крупную бисеринку и закрываю колечко на пирамидке из предыдущего элемента. Пройду еще раз по этому колечку, чтобы вот это соединение у меня было более прочным. И пройдя через дырочку бисеринку, я не прохожу. Теперь я перейду в нижнюю дырочку, то есть в дырочку с более узкой стороны моей пирамидки. И набираю супер дуо, три крупных бисеринки. И закрою колечко на верхней дырочке супер дуо, какое я только что набрала. Вот таким образом. Перейду в нижнюю дырочку. И теперь смотрите, мы вначале набирали сначала только супер дуо, и потом я проходила набирая по бисеринке. Вот сейчас я сделаю это сразу, то есть я буду набирать бисеринку и супер дуо. То есть уже не буду проходить дважды. Вот смотрите, то есть я буду сразу набирать бисеринка и супер дуо. Бисеринка и супер дуо. Четыре пары у меня должно быть. И еще одна бисеринка. Вот смотрите, четыре супер дуо и четыре бисеринки. И сразу закрываю в колечко. Вот серединка нашего элемента уже готова. И я перейду. Смотрите, видите, у меня супер дуо находится с этой стороны. И я перехожу в эту же дырочку, перехожу на противоположную сторону, прохожу через мою пирамидку. И выхожу в супер дуо. Набираю три бисеринки крупные. Три крупные бисеринки. И закрываю колечко на вершине супер дуо. Посмотрите, чтобы потом еще раз не проходить мне по всем этим бисеринкам, я опять вышла по колечку в верхнюю бисеринку. Наберу две бисеринки десятого размера. Зайду в мою пирамидку, в нижнюю дырочку. Подтяну хорошо. Таким образом, чтобы у меня опять вот эта бисеринка поднялась наверх над бисером десятого размера. Снова набираю две бисеринки. Захожу в центральную бисеринку крупную из колечка моего. И пройду еще раз вот на эту сторону по всем моим бисеринкам, чтобы я продолжила набирать между супер дуо все необходимые бусинки. С боковой стороны мы набираем по биконусу. Вот биконус у нас. И вершину закрываем тремя бисеринками крупными. Вершину супер дуо. Вот колечко такое делаем. Снова набираем с более узкой стороны пирамидку. Снова три бисеринки крупных. И еще один биконус. Хочет сразу зайти и в пирамидку мне. Ну, так. Проходим дальше по колечку. По нашим бусинкам, пока мы не выйдем снова в нашу пирамидку для перехода в следующий наш элемент. И перехожу сразу в верхнюю дырочку моей пирамидки. То есть вот у нас уже готово два элемента. И мы теперь поступаем точно так же, как мы поступали до этого момента. То есть мы наберем снова две бисеринки десятого размера. Зайдем в среднюю бисеринку из трех. Поправим бисеринку, чтобы у нас эти бисеринки были внизу. То есть следите за тем, чтобы у нас нижняя сторона оставалась нижняя, а верхняя верхней. И пройдем по нашим бусинкам, чтобы выйти на эту сторону и сделать точно такой набор из двух бисеринок. Точно такой набор из двух бисериночек. Здесь, конечно, вы можете идти по бусинкам таким образом, чтобы вам было удобно. Так как можете пройти по колечку, если вам будет удобнее. То есть, понимаете, вообще бисер разный. Он может иметь разную проходимость, разный цвет, разный номер. Поэтому я вам показываю, как я делала. Но это не обязательно. И вы должны так сделать. Вы должны проходить по тем бисеринкам, какие вам будут... То есть, проходить, какие вам будет легче. Главное, чтобы у вас не сломался никакой бисер, никакая бусинка, и ваша работа не была испорчена. Я уже подхожу к тому моменту, когда начну уже подсоединять. Вот я две бисеринки еще добавила. и пришла к тому месту, где я уже должна снова подсоединять новый элемент. То есть, то, что мы сделали до сих пор. Вот до этого момента я подошла снова и теперь начну подсоединять уже с помощью крупных бисеринок и новой пирамидки. Начну делать новый элемент. Вот таким образом. И мы все будем повторять сначала то, что мы делали до сих пор. На этом я считаю, что мы можем закончить наш урок. Единственное, что я вам покажу, что я сделала тоже вот из этих вот бусинок, из этих пирамидок, сделала вот колечко для тоглы. Вот такое колечко. И оно хорошо вписывается в сам этот браслетик, так как у меня здесь использованы те же материалы, что и вот этот тогло, из чего сделано. И уже, конечно, вот эту вот перекладину для тоглы вы можете сделать с бисером, какой вы будете иметь. браслет смотрится хорошо с такой застежечкой. Я советую и вам сделать такую застежку. А я мой мастер-класс на этом заканчиваю. Если вам понравился наш урок, можете подписываться на наш канал, чтобы получать новые мастер-классы.